Всем привет! Я записываю начало, потом думаю, что-то не то. Смотрю, у меня камера не включена. Всем привет, друзья! Мы с вами в Альфе, и у нас сейчас шоппинг-лог. Я приехала в Альфу по делам, мне нужно было на почту. Наше почтовое отделение сегодня закрыто, потому что выходной день. Я приехала на почту и подумала, что будет интересно записать шоппинг-лог. Я точно знаю, что я хочу купить все-таки сумку, и я надеюсь, что я в этом шоппинг-логе куплю сумку. В Заре начались скидки, я видела, что в H&M тоже, поэтому очень интересно. Я хочу себе, возможно, если найду, может быть даже в Массимо Дути, не знаю, такое что-то типа спортивного костюма, легкого, летнего, возможно, даже льняного. Ну, наверное, я слишком много что хочу. Ну, ладно. Причем, у нас с вами, друзья, шоппинг-лог. Здесь, в этом торговом центре Альфа, очень здорово сделан, знаете, вот этот столб. Вот это столбы. И на некоторых из них есть вот зеркало. И я остановилась вам показать буквально вот так. Свой сегодняшний образ. Это новое платье. Я обязательно сниму отдельный ролик, что надето. Ну, вот, хочу вам похвастаться. Новое платье. Оно шелковое. Бусики. В общем, расскажу все в отдельном ролике. Но вот сейчас хочу вам вот так показать. Я зашла в магазин. Называется Pull Bear. Покажу вам. Покажу вам потом. И что, знаете, я нашла? А ну вот, Бирка, смотрите, вот в этот магазин я зашла. И посмотрите, я увидела в Заре они же. Я же покупала ее в Заре. Ну, правда, потом вернула. 40 евро. А в Заре покупала я за 50. За 49. И, кстати, посмотрите. Курточка. Жалко маленькая. Желтенькая. 20 евро всего. На осень. Как было бы замечательно. Эмочка. И она единственная. Другого размера нет, к сожалению. А то, знаете, уже в принципе можно утепляться. Конец июня. Скоро уже осень наступает. Не успеешь оглянуться. Ну, какие интересные. Смотрите, джинсовая куртка интересная. И соломенная сумка. Ой, маленькая, смотрите, соломенная сумка. Вот она бесформенная. Знаете, туда надо вставлять такую, как косметичку. Чтобы она держала форму. Ну, и потом моих тяжестей она точно не выдержит. Вот это классная сумка. Она очень, видите, удобная. Хорошо в ней туда складывать. Правда, и... Так, 30 евро. Правда, и вытащить оттуда тоже очень просто. Джинсовая куртка. 46 евро. Есть даже XL. А это размер S. Так что на нас, кстати, на крупных девушек, очень даже хорошая куртка. Магазин Pull&Bear. Ну вот, идем правильно. Там дальше Zara. В принципе, здесь невозможно заблудиться, потому что идет в круговую. Все магазины идут в круговую. Если ты в одном месте начал что-то смотреть, и потом ты круговую все магазины обошел, вернулся на то же место, где начал свой обход. Я подумала о том, что у нас с вами какой-то очень необычный шоппинг-влог. Обычно, знаете, там показывают что-то там. А у нас такое немножко бестолковое. Ну да ладно. Ну вот, пойдемте, посмотрим. Я где-то ролик видела, что в Zara начались скидки. Кто-то, по-моему, Ося, это Оля из Польши. Я иногда ее смотрю, и вот она, по-моему, она сказала, что скидки начались в Zara. Господи, как много яркого, классного и веселого. Ту скидок нет. Только формируется по ценам. Да, слушайте, такой шоппинг-влог здесь сложно будет, потому что все в кучу навалено. Такая неразбериха, знаете. Как-то мне это не очень нравится. Ладно, я что найду, если... Что мне хотелось посмотреть, вам покажу. Красивый блузон льняной, 60 евро. Вышитый листик бисером. Размер хороший, это эмочка. Вот такой, знаете, выглядит хороший размер. К нему черные брючки льняные или белые. Было бы классно. Сумки. 30 евро. Очень красивый цвет, кстати, симпатичный. Да, красивый цвет. И очень хорошего цвета цепочка. Она не темная, не такая, знаете, слишком блестящая, когда под золото. Фурнитура красивого цвета. И рубашки льняные. Вот такая модель. Там я вроде видела 30 евро цена. Но мне не очень нравится вот этот вырез. Не на любую грудь он подходит. 30 евро. Довольно интересный жакет. Такой, знаете, очень самообытный. С вышивкой. Довольно красивый. 40 евро. Разные размеры, я так понимаю. Красивый жакет. И оливкового цвета, тоже льняная, 30 евро. Немножечко оттенок разный. Это такой больше оливковый, а это больше салатово-зеленый. Красивый цвет. Бордовые брюшки льняные. Ну, лично я так вижу. Льняные бордовые брюки. И было бы замечательно. Или темно-оливковые. Ну, нет, наверное, все-таки на контрасте бордовые было бы интереснее. А еще горчичного цвета, тоже блузки. 40 евро, тоже лен. Мне не очень подходит этот цвет, но мне он очень нравится. Все размеры тоже есть. Леопард. Леопард, как говорите вы, мои зрители, не выходит из моды. И леопард всегда в тренде. Так, 26 евро. Классический жакет. Белого цвета. 60 евро. И брючки. Тоже классические. Так. 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 Красивая, кстати, цепочка. Посмотрите, друзья. 16 евро. Опять-таки, у нее такой металл не слишком яркий. Очень люблю такие абстрактные расцветки. Я понимаю, что нам взрослым, хотя, может быть, и неплохо, скрывает все наши изъяны фигуры. Так. 56 евро. Размер маленький, конечно, но вообще очень красивое платьишко. И также блузон. Посмотрите, какой яркий. Боже мой. Какой красивый блузон. Так. А сколько он стоит? 50 евро. Ну, только вот интересно, состав у него какой. Да, к сожалению, полиэстер. Ну, знаете, за эти деньги как-то немножко полиэстер. 50 евро. Накладно, мне кажется. Дороговато. Ну, очень красивая расцветка. А мне вот нравится эта куртка джинсовая. Мягкий, кстати, очень джинс. 30 евро. И размером... Так, самый большой. Эска. Хм. А больше нету, что ли? Энка. Эксэс. То есть самый большой это медиа. Нет, не войдет, к сожалению. Хотя... Не знаю, такая коротенькая, классная. Вот, кстати, если померить ее и прикинуть к моему платью новому, который я недавно вам показывала, винтажная, длинная. Как раз там нужна вот такая была, знаете, короткая курточка. Мночка мне даже очень хорошо. Что скажете? Ну, только то, что рукав, знаете, широковат. Я не люблю этого, когда широкий рукав. А так сама она даже застегивается, представляете? И вот на то платье короткая куртка. Она такая очень мягкая, комфортная на плечах. Вот так я подвернула, что скажете. Ну, сегодня покупать надо вообще обмыслить. Подумать по поводу этой куртки. Цвет, конечно, мне подходит. Тем более, я вот сегодня еще волосы покрасила. Но как-то, знаете, я не знаю. А если завтра начнется скидки или послезавтра? Будет очень обидно, если я сегодня куплю. Ну и потом это первая примерка. Но цвет, конечно, классный. Ну и вот, что так скажете. Нет, я, конечно, не собираюсь покупать и носить соломенную шляпу. Ну вот, просто решила вас повеселить. Вот знаете, если ее рассматривать к покупке, я бы обрезала рукава, если честно. Вот этот манжет, я бы его обрезала. И просто, знаете, забахромила. Ну, потому что мне эта длинная рука слишком. Вот так взял, обрезал. И сделал как бы хрома. Слегка. Почему нет? За 30 евро, по-моему, замечательно. Надо узнать, когда у них начинаются скидки. А еще хочу вам показать очень красивые серьги. Посмотрите, как они дорого выглядят. Супер. Просто супер. 13 евро. Очень красиво. И вот эти очень неожиданные. Они, правда, очень тяжелые. Не знаю, как в ушках они. 16 евро. Такие тоже. Я очень люблю, когда мятый металл. Он такой вот, знаете, как мятый металл. И очень красивого желтого цвета. Такого красивого. Так, а это 16 евро. Браслет. Или цепочка. Браслет. Браслет. Ну, вот эти, конечно, супер серьги. Не могу по-другому немножко вам показать. В зеркале. Такой пешлины, знаете, что она сейчас упадет. Эта сережка. Не знаю, как показать. Вот так, наверное. Как-то не очень она вот сюда. Хотелось бы так, но она все время туда ухозит. Но пока ушки мои ничего в розовом. Очень красивого цвета. Три варианта. Нины и жакеты. 50 евро. Я нашла XL. Сейчас с вами померяем. Длинный, двубортный. Да? Двубортный. Такого черно-серого цвета. Есть еще бежевый. И такой, как не знаю, серовато-бежевый. Очень красивое, друзья, белое платье. Боже мой, какое красивое. Посмотрите. 60 евро. Длинное. Точно его надо взять, померить. Какое красивое. И еще вам украшение. Оно очень тяжелое. Но оно очень красивое. 18 евро. На этой стойке не видно, чтобы было написано Атлайдэ. Но судя по обуви, то ли они уже уцененные, то ли здесь просто цена стоит уже со скидкой 30-40 евро. Нет, эта куртка так и была. По такой цене. И есть стойка с зимними куртками. 2 икса 80 евро. Около молочного цвета куртка с капюшоном. Бежевое пальто длинное. Вот есть, видите, и даже дубленки. Шубка есть. И даже дубленки. На улице 28 градусов, друзья. Сегодня самый жаркий день, какой был в этом году. Я взяла тренч. Мне очень понравился цвет. Размер там был этого цвета единственный. По-моему, это я медиум вам покажу. Мне понравился этот тренч. И вы знаете, я тренчи не ношу. Мне с моим образом жизни тренчи неудобно. Я все время в транспорте, все время на улице, все время в движении. И, ну, неудобно. Но мне очень понравилась модель. И понравился цвет. Рукав длинный. Это медиум. И мне здесь тянет. То есть, у Элки не было ларчи. Именно этого цвета. И там немножечко они по... Ну, знаете, вот так на ощупь различаются. Такой цвет молока. Даже не знаю, как он, скажите мне. Но сам по себе тренч, конечно, же, возможно, нужно рассмотреть к покупке к осени. Ну, я в основном вот никуда не хожу. Знаете, просто не гуляю по городу. Я иду целенаправленно. Вообще, конечно, классный. Тот пояс я его не завязала. Потому что знаю, что если я завяжу пояс, будет некрасиво выглядеть. Ну, вам все-таки покажу, когда вот он завязан. Вот так выглядит. У меня метр пятьдесят восемь, кто не помнит. Напоминаю вам, что я маленького роста. Длина, кстати, очень хорошая у этого тренча. Я бы не хотела, чтобы был короче, либо длиннее. Ну вот, сейчас посмотрим, сколько он стоит. И что там с составом? Медиум 80 евро. Эстер. Есть котон хлопок. И есть... Не могу, не вижу, друзья. Посмотрите, что это. Лениной жакет. Мне очень понравился цвет. Рукав здесь, как вы видите, можно его отвернуть. А можно вот так, три четверти. Он без застег... Ну, не застегивается. Длинный. Но мой рост, он очень длинный. Но красивый. На самом деле, красивый жакет. Есть подплечники у него. И там, как вы помните, было три цвета. 50 евро. Лен. 50% льна. И что-то еще в составе. Вот я мерила XL. На внутренней бирке написано 100% лен. Белое платье. Мне в груди оно мало. Я сейчас в новом бюстгальтере купила, когда вот была на базе. Хороший бюстгальтер. Я немножко вот доработала, но все равно он лучше, чем был предыдущий, который Лаумовский за 23 евро. Этот, кстати, 5,50 бюстгальтер. Но не знаю, в общем. Вот здесь в груди мне жмет XL. Самый большой размер. Длина очень хороша. Рукав. Длина рукава тоже хорошая. Конечно, в нем, в этом платье, мне очень нравится ворот. Ну, а так, я не знаю. Скажите. Что скажите? Как я выгляжу? Наверное, все-таки немножко не моя модель. Ну и, конечно, цвет этой куртки. Даже не знаю. Цикламиновый? Скажите. Какой цвет? Розовый. По мне так розовый. И, конечно, розовый с белым смотрится очень хорошо. Но, опять-таки, наверное, все-таки платье не моя модель. Хотя по поводу куртки можно подумать. Я выхожу без покупки. Ну, вот подумаю по поводу этой розовой куртки. Возможно, дождусь скидок. Возможно, и нет. Ладно, друзья, идемте сейчас с вами. Масима дуться тут рядышком. Летнее длинное платье. 70 евро. С разрезами, знаете, очень неудобно. Можно широко идти, если там. Или бежишь куда-то. Вот такое платье длинное. Тренч. 169 евро. Красивый цвет. Длина, не длинный он. И хорошая модель. Сейчас очень-очень много льна. 60 евро. Тонкий-тонкий лен. Смотрите, прям невесомая блузка. 60 евро. Тоже тончайшая ткань. Красивого цвета. Абстракция. Травка. Платье вырви глаз. Модель такая, знаете, с запахом. Ну, ее можно, конечно, вот так сделать. Хотя я не знаю, как это будет выглядеть. Нужно обязательно ее завязывать. Вот так. 90 евро. Очень красивого цвета. Блазон. 100% вискоза. Скидка сейчас и 50 евро. Очень красивый цвет. И хочу вам показать еще одно очень красивое платье. Очень красивое на худеньких девушек. Ну, или женщин. 90-100 евро. Очень красивое. Элегантное платье. Сейчас со скидкой 50 евро. Плащ льняной. 219 евро. И стоил 299. Возможно, это последний размер, потому что он здесь один висит. Тренч из такого, знаете, грубого, тяжелого льна. Мне он маленький. Тут, видите, такие разрезыки есть по бокам. По длине хорошо, не очень длинная. Но, как, знаете, вот неудобно при носке. Но вообще очень красивое. И оно двубортное. Сама по себе очень красивая. Красивая. Даже это не тренч, плащ. Погончиков нет, значит, плащ. Трежет крайне, но жилет. Цена та же. 219 со скидкой. Размер 14. Вы видите, да, что тут вот такой... Здесь как раз-таки есть погончики. И рукав как бы... Ну, такой не совсем как у жилета. А приспущенный. И не понять, то ли рукав, то ли не рукав. Очень красивого коричнево-олевского цвета. Зеленого... Нет, болотный. Что-то я, знаете, намудрила. Болотный. Коричнево-болотный цвет. Косуха. 185 евро. Была 249. Размер L. Вот в плечах вроде бы ничего. Но, к сожалению, вот здесь реально мала. Конечно, XL был бы идеален. Длина рукава хорошо. Ширина рукава от XL было бы идеально. И очень жаль, потому что кожа классная. Она комфортная. Даже при том, что размер Large L. И, в принципе, на осень можно было бы ее обдумать к покупке. Но, правда, L-ка все-таки мала. Есть еще коричневые. Но S и M. Даже L-ки нет. Вот это вот классное. Но, к сожалению, мне мала. Еще одно красивое плац. Это уже милая. Милая горчичного цвета. 80-76 евро. Стоило 96. И тоже хотела померить. Но размер XS и S. Ни medium, ни L-ки уже нет. Вот у меня такого плана. Тофли бордовые. Я купила их года 3 назад. Нет, 4. В L-че. Они кожаные. Я купила их по скидке. И вот они такого же. Такая же модель. И я не знаю, зачем я купила. Тогда еще у меня с деньгами была большая напряженка. Но мне очень хотелось. Тоже они стоили порядка там 45. Скидка на них была 50%. И в результате они так вот у меня лежат. И я их ни разу не обувала. Мы с вами прошли Zara, Massimo Dutti. И я хочу еще зайти куда? В Гарри Вебер. В Гарри Вебер. И хочу зайти еще в обувной магазин. Ой, не в обувной, а там, где мы с вами смотрели сумки в прошлый раз. Большой и большой выбор. Правда, немного дороговато. По 70 там евро были они. Ну, хочу. Может быть, у них скидки начались, кстати. Поэтому у нас с вами сейчас еще по плану два магазина. Зашла в магазин мультибрендовый. И здесь сумка. Смотрите, какого цвета хорошего. Вот такого цвета, наверное, было бы хорошо. Правда? Это Кочанели. Модель хорошая. Хорошая, только вот если бы не было этого кармана. А так модель как мне нужна. И размер тоже хороший. И цены. Тут очень большой выбор сумок. И хорошие цены. Вот этот красивый цвет. Но она мне неудобна с сумками. Сколько она стоит? 30 евро. Два ремешка длинных. Нет, один такой, один вот такой длинный. А их вообще пять расцветок. Еще, видите, вот такой цвет красивый. Такой и черный. Нет, оказался еще один цвет. Вот такого желтого цвета. Сумок и правда много. И маленьких сумок много. И расцветки классные. Вот смотрите, какой красивый цвет. Нет, зеркало такого, знаете, где бы большого. Ну вот посмотрите, как хорошо. Правда? Вот этот цвет был бы хорошо к этому платью. Да и вообще, к любому, мне кажется, моему летнему варианту, был бы очень хорошо этот цвет. Дель маленькая сумка. Но тоже, опять-таки, совсем неудобная. Хотя, очень классная. Цена какая? 28 евро. На лето, слушайте, здоровски. Те, кто любит рюкзаки, 35 евро. То на лето вариант супер. Неплохой вариант. Цвет красивый. Так. Цвет красивый, 28 евро. Фурнитура серебряная. Тоненький ремешок. Кисточка. Внутри одно отделение. Есть еще вот такой карман на мумии. В принципе, очень даже неплохая. Надо взять на заметку себе вот эту сумку. Здесь такая скромная, знаете, вот эта блямба. Потому что я не люблю, когда какие-то большие блямбы. Такая очень, очень даже душевная сумка. Сумок в этом магазине очень-очень много. Очень большой выбор. Всяких разных. Больших, средних, маленьких. И в обуви здесь очень-очень большой выбор. Я зашла в магазин Аликанте, называется. Аликанте, наверное. Решила померить с платьишком босоножки. Ну, не знаю. Эти мне не нравятся. Хотя были красиво, выглядели. Вот эти очень стильные. Но выглядят они, конечно. Я, знаете, вот как голая. В открытые обуви. И еще красивая сумка. 80 евро. Не могу ее снять, потому что там, видите, зацепили специально. Белая и вот такая кремовая. Белого цвета фурнитура. Не знаю, что там за ремень. Вот. А, вот вижу, какой ремень. Классный, кстати. Вот это такого цвета молочного. У нее, видите, тут ремень. Я немножко его, можно чуть ниже опустить. Довольно легкая, не кожаная. И бледно-розовая. И у нее вот черный ремешок. Мне не нравится. Вот зачем этот здесь пишут? Как вы думаете? Скажите, а зачем вот это вот здесь написано? Что там? Вот это написано здесь. Ну, это откуда можно? Мы не на месте их не ждем? Нет, я понимаю, но... Фабрика это и... Да? Конечно, фабрика. Сейчас мокро. Как волосы в нас. Да? Слышали, да? Ну вот, вот такого цвета. Непонятно. Марк Джейкобс. Зачем? Велина Фабиана. А на этом что написано? Велина Фабиана. Ну, вот это кремовая, а это такая бледно-розовая. Я зашла в магазин Хёггел. И здесь сумка. Первая, как мне нужен размер. Вторая, однотонный ремень тканевый. Их два цвета. Здесь внутри хорошее отделение. Тоже такое же, как мне нужно. Два цвета. Вот тот бежевый, а этот такой розоватый. Ну, знаете, цена мне очень не понравилась. 159 евро. Как-то... Вот как-то даже не знаю. Нет. Все. Заходим с вами в Гэри Вебер. Я так этот магазин и не нашла. В который в прошлый раз я смотрела сумки. Я, наверное, просто не помню по названию. 46 размера. Я думаю, что меньше мне не надо. Хотя нужно, конечно, на всякий случай померить и 44. Смотрите, какая хорошая курточка. Во-первых, цвет красивый. Есть капюшон. Очень легкая. Блин, ну цена мне не нравится. Друзья, цена мне не нравится. А так она идеальна. По длине идеальна. Осенний вариант. 44 размер. Вот, знаете, прям по фигуре. И даже есть запас еще на тонкий джемпирог. Сейчас я в тонком платье. Длина рукава отличная. И сама куртка до колена. Но мне не нравится цена. Капюшон такой, знаете, очень классный. И еще одна удлиняная куртка. Мне понравилась модель. И мне понравился цвет. Это 44 размер. Я взяла два размера. 44 и 46. Подумала, ну если 44 будет впритык, будет хорошо 46. Но 44 реально большой. И здесь большой. И рукав длинный. Красивый цвет. Супер длина. Очень легкая. Здесь мне нравится тоже воротник. Ну и вот что делать, скажите. 42 размера нет. Ну вот чтобы, знаете, померить для сравнения. Потому что 44. Ну ладно, рукав. Можно подвернуть. Но вот здесь. Было бы хорошо, если бы, знаете, померить. Ну, вообще не критично. Мне еще нравится цена. Стоила эта куртка 169. Сейчас 119 евро. Ну что, мы едем с вами в магазин на Лачпляшо. В Гарри Вебер. На Торботас. Потому что там есть 42 размер этой куртки. И 44 есть. И мне обе отложили. Они работают еще час до шести. Я успею. Ехать здесь минут 20. Просто сегодня еще выходной. И достаточно долго транспортовое. Хотя там много транспорта едет. Так что едем. Возможно, я вам куплю куртку. Я доехала до магазина их. И сейчас 42 и 44 по мере. Посмотрим. Ну вот это 42. На мой взгляд, она села очень хорошо на меня. Есть запас. Вот смотрите. Есть запас. Рукавчик длинноват. Но не критично. Длина хорошая. Она легкая. Ее можно сложить. Сумку положить. А вот это 40. И тоже есть запас. Она чуть-чуть, по-моему, покороче получается, чем 42. Я подвернула рукав. Вот что скажете. Мне и в этой комфортно. И в 40, и в 42. И я теперь не знаю, если честно. Но все-таки мне кажется, что когда я осенью надену жилет. Вот Гарри Вебер тоже комплект. Мне кажется, что здесь будет все-таки тянуть немножко. Все-таки в 40. Хотя смотрите. Все отлично. Вы знаете, наверное, все-таки 42. Я себя, во-первых, комфортнее чувствую. Ну, во-вторых, я подумала, что куртка светлая. Я буду ее часто стирать. И она, в общем-то, начнет, знаете, как сужаться-сужаться. Но зато здесь я чувствую себя намного комфортнее. И плюс я посмотрела, знаете, там сзади, где спина, немножко как сдыбливается с роковой. Время почти 6 часов. Я с покупкой. Все-таки выбрала 42 размер. У нас очень жарко. Очень, почти 30 градусов. У нас сегодня с вами очень длинный шопинг-влог получился. Все. Нельзя, знаете, запускать магазины. Я обязательно что-нибудь куплю. Все, спасибо вам, друзья, за просмотр. Мира и добра. И всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok